Вдохнули, как Саша ездит, так это вообще. Всем привет! Я начинаю... Влог? Влог? Нет, на самом деле я хочу начать такое видео, это будет скорее всего отдельное видео, наверное, посмотрим как это выйдет, но не суть. Мы сейчас просто спонтанно едем смотреть машину мне, в общем долго мы думали и рассуждали, что как лучше сделать, как лучше быть и с такими ценами, как сейчас, конечно, трудно что-то адекватное себе купить, скажем так. Нет, не то что не трудно, не, ну просто как бы психологически, когда вот еще мы когда в шестнадцатом, семнадцатом, в семнадцатом, да, ее покупали, понимаешь, у меня отложили цены, даже эту в девятнадцатом году я покупал, ну вот два года назад, грубо говоря, такие цены были, ну, блин, ну как-то можно было в мозгу осилить. И то, когда мы в двенадцатом году покупали машины, там вообще они копейки стоили, допустим, того же пола, четыреста тысяч, четыреста тысяч, я как вспомню, вот это просто смешные цены. Я бы сейчас просто пошел бы и не глядя бы взял. Просто с тех пор зарплаты особо не выросли, а цены на все очень сильно выросли. Ну и, в общем, да, мы долго смотрели, выбирали, что же, что же взять, и вот сейчас я случайно увидела один вариант, который, в принципе, нам подходит по всем, по всем параметрам, и вот мы сейчас посмотрим. Не, ну один параметр не подходит. Ну, это один, это минус, скажем, есть, но это нюансы. Вот, попробую поснимать, если, конечно, разрешат, если она будет, потому что выставили ее вчера, но я заметила, что сейчас более-менее нормальные, адекватные машины по адекватным ценам забирают просто как горячие пирожки и бронируют, и забирают. И даже те машины, которые вообще не пользовались популярностью, их тоже покупают быстро, почти не глядя, можно так сказать. И да, вот мы сейчас поедем, посмотрим, как что, надеюсь, что... Да нет, ну просто даже сейчас берем, хотим взять машину, ту, ну, точнее, по цене той, по которой в семнадцатом году, ну, плюс еще, там, доплатив, ну, наверное, одну... Ну, двести тысячи. Одну четвертую этой суммы, и мы купили новую. Ну, мы сейчас смотрим машину за семьсот тридцать тысяч, грубо говоря, то есть для нас это, в принципе, самая адекватная сейчас цена. В данный момент, да. Да, и, в общем, ну, как бы, если у нас все получится, и получится ее взять, это будет просто нереально крутое событие, потому что... Никогда не думала, что буду радоваться бушной машине, но, знаете, тут как бы уже дело... Ну, просто реально, вот минимум, что ты можешь взять, наверное, миллион триста. Ну, и то миллион триста, это, ну, я даже не знаю, что это, пола даже не взять за миллион триста. Да, пиканта будет какая-то, да. Ну, в общем, да, машина нам нужна, потому что у Саши работа, а мне нужно возить детей, в смысле, возить Кристину на кружки, на ее занятия спортом. Она у нас занимается футболом и занимается легкой атлетикой, бегом в школе спортивной, в Олимпийского резерва в спортивной школе. Поэтому просто чем хорошо это все в нашем районе, но вы же понимаете, что это большой город и район, это прям очень большое пространство, это такой мини-город, можно сказать. И пешком не везде можно доехать, и на общественном транспорте не везде можно доехать по прямой, только с пересадками. А если, допустим, у меня как малыши сейчас вот простыли, то, конечно, я их не потащу. Да, я и так-то их не потащу, даже не болеющих, потому что, ну, сейчас такое время, знаете, когда лишний раз не хочется в общественных местах много появляться, да. Поэтому машина, как бы, это уже необходимость, это не роскошь, это необходимость, поэтому она нам нужна, и в данный момент мы особо даже не выпендриваемся. Ну, у нас просто, даже вот так взять, всегда была, ну, не одна машина, а тут прям вообще прям... Ну, не всегда у нас была не одна машина. Камера бы хоть пикала, когда выключается. Я говорю, будем держать кулачки за то, чтобы у нас получилось взять эту машину, потому что это прям идеальнейший вариант на данный момент для нас. И просто он нас не вгонит в какие-то такие супердолги, знаете, чтобы потом трудно было свести концы с концами. А здесь все будет размерено по плану, и еще даже хватит на какое-какие дачные дела наши. Так что, вот такие планы. Мы едем, пробки в городе. Давайте я вам покажу, как прекрасно все стоят. У всех машины, и не одна, и все ездят, всем куда-то надо. Кстати, вот этот вот перекресток, где сейчас мы останавливаемся, в свое время я стояла вот так, третья, вот на этом же месте. И это была моя первая авария, когда в меня влетела, вот там машина поворачивала налево, и влетела мне в мою дверь водительскую. Это была весна, значит, тогда были еще такие, знаете, заморозки ночные. А еще два года назад Татя не дала здесь купить квартиру. Да. А теперь я пожалел, что ее послушал. Саша прям ругается на меня каждый раз, когда мы тут проезжаем, потому что вот этого квартала тут не было. Тут были, ну просто как часть леса был, просто за вот этим домом сбоку, кладбище. И я говорю, а справа, на секундочку, через дорогу метро, то есть этот дом, в принципе, две минуты, и вы в метро. И тогда, в принципе, были достаточно адекватные цены на эти квартиры, но у нас и не было тогда денег, чтобы ее там купить. Да, ну, блин, мы бы сейчас переуступку сделали и уже наварились бы как иметь. Ну, знаешь, в общем, значит, нам тогда это не надо было. Я вообще живу по принципу, что, знаете, если что-то не происходит или не получается, как планируешь, значит, так нужно, значит, тебе это сейчас не нужно, вот и все. Вот, все просто, и, в принципе, нас спасает всегда этот ход мыслей, мы всегда стараемся жить по тому, какому принципу, что если не получилось то, что мы хотели, значит, это было не наше, значит, это нам не надо было. И, знаете, так легче живется на самом деле, потому что ты не расстраиваешься лишний раз по всяким непонятным поводам. Мы пока что сидим, ждем, когда нам одобрят кредит, смотрим на автомобиль, я аж голос потеряла, чаечек горяченький, а то мы ходили, смотрели машину на улицу. Ходили, смотрели машину на улицу, очень холодно. Вот, но посмотрим, чем все закончится. У нас очередной квест. Нам зато дали купончик на чай, кстати, и кофе. То есть, если ты сидишь, ждешь, то они дают купон и бесплатно дают чай, кофе. Приятно. В общем, сегодня мы уже с детьми едем посмотреть другой вариант машины. Мы не взяли ту, которую смотрели Peugeot, потому что, ну, в целом, во-первых, мы когда ее увидели, там много было ржавых мест на кузове, что сразу, знаете, наводит на мысли, и, соответственно, хотя мы там просидели, мы уже, в принципе, готовы были ее взять, типа, из разряда... Мама, мама, мама. Да, зайки. Вот, и, ну, типа, из разряда просто, чтобы поездить по городу, потом посмотреть уже, да, чтобы были колеса. Ну, потом мы заказали отчет на нее, знаете же, да, на Авито и на Автору, можно заказать отчет полный на машину и увидеть все-все-все, что с ней было. В общем, когда мы посмотрели, там машина просто битая со всех сторон, там, по-моему, живая только одна пассажирская дверь, правая, будь здоров. И больше ничего. Поэтому, причем она была бита так серьезно, не то, что это просто царапульки какие-то были. И из-за этого у нее и внутри под капотом тоже проблемы у некоторых узлов и деталей. Собственно, да, и там, ну, не хочется взять машину и потом просто быть в шоке от того, сколько еще мне нужно вложить. Соответственно, мы не стали. Хотя она продается далеко не ниже рыночной стоимости и даже выше рыночной стоимости продается. Ну, то есть, знаете, вот эти все перекупы. Пробег у нее маленький, на что, собственно, мы и повелись. И, кстати, ее уже, в смысле, кому-то продали. Видимо, кто-то тоже повелся на этот пробег. Но пробег у нее маленький из-за того, что она постоянно стояла в ремонте. То есть, фактически ее били практически постоянно. Кошмар, бедная машина, если честно. Она, причем там даже по датам, выехала из салона и там через сколько-то, ну, месяцев уже попала в аварию. В общем, обидно очень. Вот, не срослось у нас с той машинкой, поэтому мы сейчас едем смотреть в другую. Собственно, цель есть. Цель поставлена. Маршрут построен. Дети ходят, выбирают машину. Карнивал. Смотрят, говорят... А наши вещи, да? Вещи Олег называется. Да, да, да. Ну, посадись. Опять руку, да, так высадить? Тихо, нет, за руль. А вы сзади садитесь. Посади их сзади. Моя машина. Залезай, залезай. Не, вот туда нет. Кто открыл заднюю дверь? Ничего себе она открывается. Кристина, вылези, пожалуйста, пусть папа туда сядет. Иначе, а то сейчас будет криков, выше крыши. Ну, садись. Да, конечно. Там папа, нет, там тетя нарубает. Блин, ну это вообще бомба. Ну да, на юг ездить кайфово, да? Вообще просто кайф. Там еще места, да? Кайфово, а будем папе такую брать? Она еще так кайфово открывается. У нее еще не полный фаш. Да, еще и двери не расшахачиваешь, да? Классно, мама, смотри, как они открываются. Я всегда хотела себе такую машину. Себе. Ну, чтобы она имелась вообще. Ну, а багажник-то там какой огромный. И еще удобно то, что три раздельных сиденья. Смотри, сиденья с водкой, с ними. Иди сюда. Они еще с электроприводом. Заходи сюда, сады. У багажника огромный. А, она семиместная. Она же семиместная, Саша. Собрала. А можно я его открою? Подарили Мишку машину. Можешь открыть? Ну, давай, душе. Ну-ка, покажи Мишку. Ай, какой Мишка классный. Тебе нравится? Ой, такой классный вид. Мишка, Миша. Поверни его вот так ко мне. Чем ты отрываешь? Иди, Егор, не надо. Не отрывай по голове. Жучка. Это руль? Да. Да? Да. Руль? Расскажи мне, зачем ты мне? Посмотреть, посчитать. Ты пришел тоже выворачивать твои руки? Ты сюда. Заец. и тебя. Очень тихонько. Ю Пожliche. Угорела. 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 Темortic. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...